Юлия Алла Назарова вместе с красным дипломом об окончании радиотехнического университета получила также военный билет. Она рассказала, что всегда хотела связать жизнь с военной специальностью, вот решила поступить в радиотехнический университет. Если я, например, пойду работать на оборонный завод, то мне очень поможет она. И в принципе я много чего узнала полезного, что при дальнейшей работе с оборонными предприятиями будет очень кстати. Девушки-выпускники военной кафедры РГРТУ – это редкость. В большинстве своем это юноши. Кто-то решил поступить на кафедру, чтобы без отрыва от обучения получить военный билет, а другие решили связать свою жизнь с армией. Мне всегда было интересно направление военное, мне был интересен процесс обучения на кафедре, интересно то, что мы там изучали, сам процесс прохождения сборов. Много что интересного нам смогли рассказать, много опыта нам передали, много знаний по нашим предметам. Я считаю, эти знания вполне могут нам пригодиться в будущем. Рязанский государственный радиоуниверситет – единственный вуз региона, в котором действует военная кафедра. Поступить на нее можно после полутора лет обучения в университете. Смотрит на средний балл за прошлую сессию. К тому же необходимо сдать экзамен по физической подготовке. На военную кафедру для того, чтобы поступить, студент должен быть в первую очередь студентом очной формы обучения. Если студент планирует поступать по программе офицеров запаса, он должен быть студентом технической специальности. Если по программе солдат запаса – студентом инженерно-экономического факультета, но опять же очной формы обучения. С 1 сентября 2019 года на базе радиотехнического университета будет функционировать военный учебный центр. В нем можно будет отучиться как на офицера на службу по контракту, офицера или солдата запаса. Преимущество основное заключается в том, что те, кто выбрал для себя гражданское поле деятельности, имеют возможность пройти военную службу, обучаясь в университете, и получить военный билет офицера или солдата запаса после окончания университета. Те, кто еще не определился, могут после окончания военной кафедры выбрать для себя службу по контракту в вооруженных силах или других силовых структурах. Кадровых офицеров будут готовить с первого курса. Вместе с дипломом выпускник получает звание лейтенант, заключает контракт с Министерством обороны на три года и убывает к месту несения службы, как выпускник военного училища. Для обучения студентов выделяют отдельный день в рамках учебной недели. Занятия проводят кадровые офицеры с большим опытом военной службы. Все для того, чтобы студенты Рязанского государственного радиотехнического университета получили максимально полезные и нужные знания. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город.